Добрый день, уважаемые коллеги! Рад с вами снова встретиться. Во второй части лекции мы поговорим с вами об алгоритмах уже медикаментозной терапии вторичного гиперпаратериоза. Итак, общие принципы подхода к коррекции нарушений кальция-фосфорного обмена. Первый и основной это диета-терапия. Причем многие пациенты усиленно сопротивляются соблюдению диеты, хотя именно диетические поступления основных суррогатных маркеров, а именно кальция и фосфора, являются очень важными, особенно в фосфатах, потому что пациенты, получающие заместительную почечную терапию, они, естественно, гораздо быстрее набирают уровень фосфата, нежели здоровые люди и тем самым усугубляют свое положение. В чем еще заключаются особенности низкофосфорной диеты? В том, что пациентам в прямом смысле слова запрещается есть всю вкусняшку. То есть убирается из рациона выпечка, консервированные соки, сыр, сосиска, колбаса. Ну как же мы будем жить без этого? Меня спрашивают пациенты, как же мы проживем без колбасы с сыром? Наверное умрем. Вот во всех странах, в развитых странах, да, диетическим рекомендациям отдается очень много времени и внимания. Есть диетологи, есть специальные диетсестры, которые объясняют пациентам, что нужно есть, что есть не нужно. Если что, напоминают. У нас, к сожалению, в России с диетологами плохо. Диетсестер вообще нету. Большинство врачей в принципе не знают принципов диеты терапии пациентов, получаясь в заместительную почечную терапию. И не достигая целей в самом первом пункте принципов лечения, мы фактически обнуляем все наши усилия в дальнейшей терапии этих пациентов. Что касается следующего этапа, это сама по себе диализная терапия. Здесь тоже не все так просто. Во-первых, есть два вида диализа, это перитениальный диализ, где в качестве мембраны используется наша брюшина, естественная мембрана и гемодиализ, где процесс очищения крови проходит уже вне организма, это экстракорпоральное очищение крови, а именно в самом диализаторе это искусственный фильтр. Естественно, что цель диализной терапии это фактически протезировать функцию почек, то бишь выводить из организма все уромические токсины, в том числе и фосфаты. И естественно, от того, как будет подобрана диализная программа, будут зависеть и те же самые суррогатные маркеры кальций и фосфор. Но тут тоже возникают нюансы. Например, диализным врачам известно, что уровень фосфата, а мы в прошлых лекциях уже выяснили, что это является основным источником всех бед. Так вот, во время диализной процедуры именно гемодиализа уровень фосфата резко снижается только в первые два часа. Самая процедура, которая длится как минимум четыре часа, в последующие два часа уровень фосфатов остается неизменным. Почему? Потому что фосфор прячется в клетках. Это внутриклеточный фосфор. То есть диализная процедура вымывает только тот фосфор, который находится свободный в крови. Остальные молекулы фосфора сохраняются в тканях. Как только диализная процедура заканчивается, этот фосфат свободно высвобождается, занимая пустую нишу, т.е. кровеносное русло, и опять уровень фосфора после диализной процедуры резко повышается. Многие пациенты как считают? Диализ вымывает, поэтому во время процедуры можно съесть что-нибудь вкусненькое. Многие этим и занимаются. Берут с собой бутерброды с бужениной и благополучно уплетают их во время процедуры диализ. Ну, сейчас же вымывают фосфор. Но, к сожалению, не все доктора фосфора. Говорят пациенту ай-яй-яй. Как только процедура закончится, весь этот фосфат дополнительно еще всосется из кишечника. Следующий компонент это медикаментозная терапия. О ней сейчас и будем говорить более подробно. Ну, и как крайний метод, это уже, естественно, радикальное лечение. Это паратериотектомия. Все-таки я, как практикующий врач, склоняюсь к тому, что доводить пациента до паратериотектомии не следует. По какой причине? Во-первых, это хирургическое вмешательство. Это наркоз со стандартными наркозными осложнениями. А не забывайте, что пациенты, получающие взаимодействительную почечную терапию, немножко нездоровы, как минимум по сердечно-сосудистым состояниям. Потом операция может оказаться в разной степени неэффективной. То есть можно не добиться целей снижения паратериодного гормона. Или, наоборот, перестараться, то есть удалить полностью все паращитовидные железы, и пациент останется без паратериодного гормона в адинамической болезни кости. И помните крайние слайды предыдущей лекции, что уровень летальности резко повышается. Поэтому доводить до хирургического радикального лечения все-таки пациентов не нужно. Что же говорят рекомендации Ки-Дига? Что у больных с ХБП стадии 5D и повышенным или повышающимся уровнем паратериодного гормона для снижения концентрации этого гормона мы рекомендуем использовать активные метаболиты витамина D, кальцитриол или альфа-кальцидол, или аналоги витамина D, в данном случае имеется в виду парикальцитол, или кальцимеметики, или комбинацию кальцимеметиков и препаратов витамина D. Очень интересная рекомендация. То есть мы рекомендуем применять все возможные препараты, которые влияют на кальций-фосфорный обмен. Ну, по крайней мере, так написано в рекомендациях. Итак, начинается все именно медикаментозная терапия и с редукцией фосфора из организма. Для этого существуют, помимо диетических рекомендаций, естественно, специальные препараты, которые способствуют выведению фосфатов из организма. Это так называемые фосфатбиндеры или фосфор-связывающие препараты. Есть три основных группы фосфор-связывающих препаратов. Самые распространенные, самые дешевые, но, пожалуй, наверное, самые вредные, это кальций-содержащие фосфатбиндеры, карбонат или ацетат кальция. Они достаточно эффективно связывают фосфор в кишечнике, способствуют его банально выведению из организма. Однако все-таки это кальций, который также будет всасываться. Пускай карбонат кальция – плохая соль для повышения уровня кальция крови, но ежедневная нагрузка карбонатом кальция будет способствовать дополнительной абсорбции кальция, дополнительному повышению уровня кальция в крови и изменению соотношения суррогатных маркеров. Эти препараты также имеют свое место, они также нужны. Но, как будет потом сказано далее, все-таки желательно минимизировать возможность применения фосфатбиндеров на основе солей кальция. Следующая группа – это металлсодержащие фосфатсвязывающие препараты. Их также несколько. Самым прогрессивным является лантан, но, к сожалению, в России он не очень доступен по непонятным причинам, хотя, в принципе, и в Европе лантан используется достаточно широко. Также появились новые фосфатбиндеры, сюда они пока не включены, на основе именно железа. И там получается, что ловят сразу двух зайцев и связывают фосфор, и повышают железо, дикцит которого, естественно, наблюдаются у пациентов, получающих заместительную почечную терапию. В России, опять-таки, тоже недоступны. Может быть, когда-нибудь у нас эти вкусные таблетки появятся. Самым сильным, самым ярким представителем металлсодержащих фосфатбиндеров является алюминий, содержащий фосфатсвязывающие препараты, а именно альмогель обыкновенный. По фосфорсвязывающей активности он является самым сильным. и самым эффективным. Препарат относительно безопасен, действует быстро и четко. Особенно хорошо лечить этим препаратом пациентов при диализной стадии. То есть, когда он поступает в стационар для формирования фосудистого доступа, например. Как правило, какие показатели кальций-фосфор на обмен у этих пациентов? Кальций-2. То есть, ниже нормы фосфор. 3-3,5 достаточно высокие значения. И какой-то паратиоидный гормон, как правило, от 500 до 1000. Вот такого пациента очень тяжело скорректировать, потому что он еще не получает взаимосвязательную почечную терапию. Ему до нее еще месяц, как минимум. Скорость клубочковой фильтрации практически никакая. На экскрецию этих микроэлементов мы уже рассчитывать не можем, потому что почки нам не могут помочь. Соответственно, как же скорректировать? Остается, естественно, применять фосфатбиндеры. Так вот, именно краткосрочное применение альмогеля у пациентов, госпитализированных для формирования сосудистого доступа, оказалось самым эффективным, быстрым и относительно безопасным. Но есть, опять-таки, нюанс. Это палка о двух концах. В умах врачей, занимающихся диализной терапией, очень крепко засело такое состояние, как алюминиевая болезнь или алюминиевый интоксикат или алюминиевая энцефалопатия. Почему, откуда пошло это? Еще на ранних этапах развития диализной терапии, когда механизм диализа, естественно, еще не был ни изучен, ни отработан, в качестве носителя использовалась вода обычная, водопроводная. То есть, просто прошедшая обычную банальную очистку от каких-то крупных элементов, от бактерий. Но эта вода, водопроводная, содержала большое количество алюминия. И, естественно, через мембрану этот алюминий проникал в неограниченном количестве в пациента, вызывая банально алюминиевую энцефалопатию. Эти пациенты действительно становились безумными. И с тех пор боязнь алюминия крепко засела в умах врачей, занимающихся диализной терапией. Их, в принципе, понять можно. Кроме того, доказано, что алюминий также накапливается в костях, вызывая остеодистрофию. Но, все-таки, лично мое мнение, что краткосрочное применение препаратов на основе алюминия и допустимо, и, в принципе, разрешено, кстати, теми же самыми рекомендациями Ки-Доки, о которых я упоминал дальше. Там есть графа, где указано, что в течение трех месяцев можно применять препараты на основе алюминия. И следующим самым ярким представителем группы фосфатбиндеров является ионобменные смолы сивиломеры. Не кальций, не металл, содержащие фосфатбиндерные препараты. Сейчас на рынке у нас имеется два сивиломера, сивиломерогидрохлоид и сивиломерокарбонат. Препараты называются Риногель и Эйновела. Очень эффективные лекарства, безопасные, можно применять длительно, не содержащих, соответственно, ни металлов, ни солей. В принципе, безопасные, хорошо способствуют снижению нормализации липидного спектра, но есть нюанс. Естественно, стоимость. Это достаточно дорогие препараты, и если пациент не может себе его позволить, становятся немножко тяжелее, скажем так. Но эти препараты остаются незаменимыми при развитии гиперкальциемии у пациента, получающего заместительную почечную терапию. Потому что при гиперкальциемии препарат, кальция, содержащий фосфатбиндер, не дашь. Алюминий может быть уже недопустим прием, потому что срок уже был использован. Так вот, наиболее часто в качестве естественных фосфатбиндеров применяются соли кальция, карбонат или ацетат кальция. В России больше всего применяется карбонат кальция. Ацетат есть, но чуть в меньшем количестве достать его достаточно проблематично. При хронической болезни почек 3-5 стадии и при уровне кальция ниже 2,4 предпочтительно назначение именно кальциевых фосфат-связывающих препаратов. Ну, по одной лишь простой причине, потому что препарат Ринагель недопустим к приему до диализа, потому что он способствует развитию ацидоза. Силамирогидрохолид Ринвелу можно принимать, но все-таки экономически и более выгодно и достаточно эффективно на ранних стадиях применение именно кальция-связывающих фосфатбиндеров. Ацидоза еще такого выраженного нету, остаточная функция почек все-таки еще имеет место быть, поэтому вполне спокойно можно применять и кальция-содержащие фосфатбиндерные препараты. Однако, важно помнить о том, что все-таки при развитии гиперкальциемии эти препараты являются недопустимыми по одной лишь простой причине. Применяя кальция-содержащие фосфатбиндеры у пациента с гиперкальциемией, мы будем способствовать дополнительному подавлению секреции уровня паратиотектомии и подталкивать пациента к адинамической болезни кости. То бишь, этого можно добиться как выполнением паратиотектомии, так и бесконтрольным применением кальция-содержащих фосфатбиндеров, длительным гиперкальциемией. В итоге мы добьемся адинамической болезни кости именно биохимическим путем. Об этом тоже нужно знать и помнить. Дальше. Сколько давать? Это очень важный момент. Потому что, как показала практика, и по сей день, в основном опять-таки в России, дозу фосфатбиндеров никто никак не подбирает и не контролирует. На самом деле, при пересчете на элементарный кальций, доза кальция должна быть полтора грамма в сутки. А это около трех граммов порошка карбоната кальция. Что такое три грамма порошка карбоната кальция? Это чайная ложка без горки. И не более того. Однако, большинство пациентов в диалезных центрах даже по сей день, в сию секунды именно в этот момент, пришли на диалез, употребив столовую ложку карбоната кальция утром. Очень грустно, конечно же, когда ко мне приходят такие пациенты и говорят, что нам так доктор назначил. Ну, это же неэффективно. Ну, вот нам так назначил доктор. На самом деле, коллеги, нужно помнить, что для чего даются, в принципе, фосфатбиндеры? Для того, чтобы снизить фосфор. А как они действуют? Они действуют в кишечнике. Они снижают абсорбцию фосфатов, которые мы скушали. Поэтому все фосфатбиндерные препараты должны приниматься после еды или даже вместе с едой. Не один раз в день, не полтора раза в день с каждым приемом пищи должна получаться доза фосфатбиндерного препарата. Если это, допустим, если мы применяем кальциосодержащий, значит эти 3 грамма максимальная доза должны быть поделены на равные части и добавляться в каждый основной прием пищи. Если пациент будет получать фосфатбиндер один раз в день, он будет получать нагрузку кальцием, но не будет получать фосфосфосвязывающего эффекта. Это важно запомнить. Терапия кальцием фосфатбиндера должна проводиться под контролем уровня кальция в ссылотке один раз в 3 месяца. Но это мы уже выяснили. Про алюминий, содержащий фосфатбиндер, я уже рассказал. Недостатки – это риск развития алюминиевой токсичности, опять-таки, под вопросом, и риск энцефалопатии и поражения костного мозга, опять-таки, под вопросом. Но все-таки такие случаи были раньше, поэтому сниматься с щитов этих достаточно грозных отражений тоже не стоит. Я прекрасно пользуюсь альмогелем, обучал коллег использовать этот препарат. В принципе, он идет достаточно эффективно. Однако, сравнительные исследования показали, что абсолютно все фосфатбиндеры, неважно, кальция содержащие, металл содержащие, севеломеры, все достаточно эффективны для своей основной функции, то бишь снижения уровня фосфата. Может быть, немножко лантан выходит в лидеры, и то при длительном применении. Все остальные одинаково эффективно снижают уровень фосфата и поддерживают его на целевом уровне. Опять-таки, к сожалению, доступные доказательства носят косвенный характер и базируются на только ассоциационных исследованиях, потому что по фосфатбиндерной терапии не так уж и много-то исследований. И следует подчеркнуть, что не существует качественных доказательств, основанных на рандомизированных исследованиях, доказывать, что нормализация уровня фосфатов улучшает основные показатели исхода у больных. То бишь, получается парадокс. Начинается все с фосфора. Фосфор является самым грозным маркером, который, собственно говоря, и запускает весь этот каскад. Но, нормализуя уровень фосфора в крови, мы не улучшаем основной показатель, а именно выживаемость пациента. Опять-таки, последний слайд до предыдущей лекции подтверждает, что даже гиперфосфатемия в меньшей степени способствует летальности пациентов. Почему-то природа распределилась именно так. Но пока данных, к сожалению, по этому поводу очень мало. Но лечить все-таки гиперфосфатемию мы должны по той лишь причине, что это очередной суррогатный маркер, который влияет на все два других. Итак, выводы. Фосфат биндера имеет ограничения по переносимости и комплоентности. Это понятно. Кальция, содержащие кальция, не содержащие фосфат биндера, оказывают одинаковое влияние на уровень фосфора. И что самое интересное, что дешевый карбонат кальция является более сильным фосфат биндером, чем дорогущий севеломер. Хотя многие коллеги говорят, что вот покупайте севеломер, он гораздо сильнее. Нет, севеломер на самом деле действительно слабее, просто он более безопасный. Все-таки предпочтительно используют его. Чтобы избежать дополнительного нагрузки кальцием, пациенты с гиперкальциемией могут воспользоваться кальцием, не содержащими фосфат биндерами. И опять-таки нет данных под собой контролируемых исследований по влиянию фосфат биндеров на исходы. Следующий суррогатный маркер – паратериодный гормон. Что рекомендует Европа? Выбор терапии зависит от содержания кальция и фосфатов в сыворотке крови. Это логично. Если у пациента есть гиперкальциемия, мы, естественно, по логике не должны давать ему препараты, которые способствуют повышению этого самого кальция. И наоборот, при гипокальциемии, при низком кальции в крови, мы не будем давать кальциемеметике, чтобы еще больше не усугублять ситуацию. Однако, к сожалению, опять-таки на практике происходит ровным счетом наоборот. Вот. Дальше. Выбор терапии зависит от стадии хронической болезни почек. Здесь стоит вопросик. В принципе, конечно же, логичный, хотя подходы, в принципе, они одинаковые. Просто единственное исключение, что на додиализной стадии по инструкции запрещено принимать кальциемеметики. А все другие препараты, ну, собственно говоря, препараты витаминов D, пожалуйста, сколько угодно. Какие препараты? Это препараты витаминов D, активных метаболитов, альфа-кальцидол или карцетриол. Селективный активатор и витамин D рецептор в паре кальцидол. Цена кальцид изолирована. Цена кальцид в сочетании с препаратами витамина D. Ну и, соответственно, партиотектомия. Это вот, что рекомендует Ки-Дига. Об этом мы уже говорили. Начинаем с самого простого. Это с терапии витамином D. Витамины D, именно активные метаболиты, речь идет только о них, а не о нативном коле кальцифероле. Это достаточно эффективный препарат, достаточно дешевый и доступный. Хотя было время, когда в Москве не было кальцидриола вообще в продаже. Да и альфа-кальцидол тоже был не очень доступен. Были такие моменты. Эти препараты достаточно эффективны. Они способны снижению уровня паратиоидных гормонов. Способствуют повышению уровня кальция, особенно если у пациента есть гипокальциемия. Но они также способствуют развитию гиперфосфатомии, потому что основная задача витамина D, об этом мы говорили в самом начале, это увеличение абсорбции фосфатов из кишечника. Также способствуют повышению кальцифосфорного продукта. Способствуют развитию кальцифосфатомии мягких тканей. Сердца сосудов, вопрос по кальцифилоксии, конечно же, да. Заболевание остается очень сильно неизученным. И пока непонятно, что же запускает кальцифилоксию. Но естественно, что если у пациента гиперкальциемия, и мы даем сверху витамин D, мы приближаем несчастного пациента к этому грозному осложнению. Опять-таки, что касается метаанализов. Было доказано, что применение витаминов D не влияет на общую летальность больных с хронической болезнью почек. Опять мимо. То бишь, мы лечим, 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 эффекта не достигаем, к сожалению, именно на увеличение продолжительной жизни. Было также доказано, что применение препаратов витамин D не влияет на боли в костях. Да, улучшается функция костя тканей, но опять-таки болевой синдром сохраняется. И также применение препаратов витамин D не влияет на потребность в радикальном лечении пациентов с хронической болезнью почек. Опять мимо. То бишь, лечим, 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 ни к чему это вроде бы к хорошему не приводит. Однако лечить-то все равно надо. В заключении по мета-анализам мы подтверждаем, что препараты витамина D снижают уровень паратериодного гормона, пациентов получающих заметительно почечную терапию. Однако лечение витамином D связано с повышением уровня фосфатов и кальция в крови. Все исследования имели недостаточную силу, чтобы оценить эффект витамина D на клинические исходы. И до тех пор, пока соответствующие исследования не будут проведены, сравнительная важность изменения паратериодного гормона кальция и фосфора остается неизвестной. Это заключение по мета-анализам. Следующая группа препаратов – это активные формы витамина... Выводы по терапии активными формами витамина D. Первое. Имеется противоречивые данные обсервационных исследований положительного влияния витамина D на улучшение выживаемости. Это обсудили. Для выявления связи между терапией витамином D и влиянием на смертность пациентов хронической болезни почек необходимо проведение дополнительных исследований. Терапия активными формами витамина D может приводить к кальцификации сосудов из-за узкого терапевтического коридора. Однако у этих препаратов есть свое место. Они являются эффективными, относительно все-таки безопасными и доступными. Ими так же как нужно лечить, так и необходимо продолжить лечение. Дальше. Сравнение активных метаболитов витамина D с инновационным препаратом парикальцитолом. Парикальцитол – это селективный активатор витамин D-рецепторов. Логика этого лекарства какая? Мы влияем только на кальциочувствительные рецепторы, на рецепторы витамина D и не трогаем рецепторы в кишечнике. То есть мы не способствуем повышению абсорбции кальция и фосфора из кишечника. Оказываем только непосредственно влияние на паращитовидные железы. Парикальцитол – очень хороший препарат, безопасный, но опять-таки достаточно дорогой. Плюс проведено было исследование, которое доказало, что по влиянию на астрогатные маркеры парикальцитол также одинаково эффективен, как и более дешевый аналог альфа-кальцитол. С той лишь разницей, что все-таки парикальцитол чуть-чуть в меньшей степени влияет на уровни кальция и фосфора. Хотя в этом исследовании показано, что разницы никакой. Но на практике все-таки есть, конечно же, некоторый бонус в пользу парикальцитола. Влияние кальцитриола и парикальцитола на развитие гиперкальцитриол – вот здесь уже больше разницы все-таки, это другое исследование. И доказано, что парикальцитол достоверно ниже вызывает гиперкальцитриол, чем кальцитриол. Именно этим свойством иногда мы пользуемся, когда получаем пациента с каким-то пограничным значением кальция. Это вроде бы как кальций-меметик еще не дашь, или его просто нету, да, а увеличение дозы активного метаболита будет способствовать повышению уровня кальция в крови. Поэтому здесь препаратом выбора становится парикальцитол. Исследование на кальцификацию мягкой ткани также было доказано, что парикальцитол в меньшей степени вызывает кальцификацию вне скелетных, а именно сосудистую, по сравнению с тем же самым кальцитриолом. Это было доказано на уромических мышках. Вот сосудик мышки, которая получала парикальцитол. Вот медиакальциноз, достаточно выраженный на активных метаболитах витамина D. Это большой бонус, потому что, соответственно, медиакальциноз, кальциноз сосудов вызывает дисфункцию. Среди сосудистой системы все-таки увеличивает летальность. Но, опять-таки, в гиперкальцимии не всегда есть кальцификация. Почему? Было проведено исследование и доказано, что в гиперкальцимических дозах кальцитриол вызывал значительно большую кальцификацию, нежели парикальцитол. То есть, на одинаковых уровнях кальция применение парикальцитола способствовало все-таки чуть меньшей скорости развития кальцификации у пациентов. Но, опять-таки, как и с фосфатбиндерами, влияние витамина D на выживаемость имеются противоречивые данные. То бишь, к сожалению, ни одно исследование не подтвердило, что терапии как парикальцитолом, так и активными метаболитами витамина D способствуют улучшению каких-то исходов у пациентов. К сожалению, так. Как лечить парикальцитолом? Подбор начальной дозы происходит по массе тела. Это по инструкции. 0,1 микрограмм на килограмм и так далее, и так далее. Это очень неудобно по массе тела. Есть следующая схема. Подбор начальной дозы по уровню паратериодного гормона. Делим на 80 или на 120. Оптимально делить уровень паратериодного гормона на 120. Мы получаем дозу парикальцитола разовую, которую необходимо ввести пациенту. Так это происходит в реальной практике. Это уже моя собственная разработка. Как проще и эффективно. Если уровень паратериодного гормона у пациента до 600, мы даем 10 микрограмм в неделю уровня парикальцитола. Если паратериодный гормон подделает от 600 до 1500, то прекрасно с этим справляется 15 микрограмм в неделю. При более высоких значениях уровня паратериодного гормона, соответственно, суммарная доза парикальцитола составляет 20-30 микрограмм в неделю. Если пациенту необходимо получать препарат в дозе 20 микрограмм, в чем сложность? Препарат парикальцитола вводится внутривенно. У нас в России расфасовка ампул только по 5 миллилитров. Соответственно, если пациенту необходимо получать дозу 20 микрограмм, то получат ее по схеме 5-10-5. Применение препарата парикальцитола в дозе 5 микрограмм один раз в неделю является малоэффективным и недопустимым. Потому что, если мы, допустим, хотим поддерживать уровень паратериодного гормона пациента на фоне лечения парикальцитолом, и мы имеем невысокий уровень парикальцитола, лучше все-таки перевести пациента на активный метаболит и витамин Д. Давая более высокую дозу парикальцитола, мы будем снижать парикальцитола, давая недостаточный, мы будем способствовать его повышению. Контроль глоботонных показателей также в кальцифосфор раз в 2 недели, уровень паратериодного гормона раз в 3 месяца. Однако, опять-таки, это тоже основано просто на личных наблюдениях. При достижении целевых уровней интактного паратериодного гормона рекомендовано ежемесячное определение этого гормона до подбора поддерживающей дозы. Потому что, достигнув цели, оставив прежнюю дозу и по стандарту, посмотрев пациента через 3 месяца, мы можем получить очень другие показатели, сильно отличающиеся от тех, каких мы хотели увидеть. Потому что поддерживающую дозу нужно подбирать более тщательно. Опять-таки, к сожалению, в большинстве диализных центров это недоступно, потому что все это деньги. Пациенты, как правило, по ОМС и исследование уровня паратериодного гормона проводится строго раз в 3 месяца. Соответственно, опять-таки, мы упускаем вот этот момент нормализации паратгормона и подбора адекватной дозы поддерживающей. На следующем контроле получаем либо более высокое, либо более низкое значение. И опять-таки, начинается все заново. То бишь, элементарно 2-3 месяца проконтролировать, подбирать, подобрать поддерживающую дозу, отпустить пациента на стандарт не получается. Именно поэтому в большинстве случаев мы имеем пепелообразную кривую концентрацию паратериодного гормона у пациентов. Естественно, что уровень кальция выше 2,5 мм на литр является основанием для отмены препаратов активной формы витамина D. Что касается парикальцитола, с разными коллегами мы, конечно же, скрипя сердце, но давали парикальцитол и на немножко более высоких значениях. Я помятую, что все-таки он меньше вызывает кальцификацию, но тоже была в том числе и терапия отчаяния. Следующая группа препаратов – это кальциомиметики. В России сейчас уже 2 кальциомиметика на рынке. Это цинокальцет и новый препарат, который появился Просабив. Это инъекционная форма кальциомиметика. Как они действуют? Эти препараты влияют непосредственно на кальциочувствительные рецепторы на главных клетках паращитовидных желез. Стимуляция этих рецепторов приводит в итоге к ингибированию секреции паратериодного гормона. Очень интересное лекарство. Фактически это таргетная терапия. Мы больше ни на что не влияем, мы просто стимулируем кальциорецепторы. Это приводит к снижению уровня паратериодного гормона. Доказано, что терапия цинокальцетом с низкими дозами витамина D обеспечивает лучшую контроль паратериодного гормона кальция и фосфора. То есть всех суррогатных маркеров. Причем значительно лучше, как вы видите из этих диаграмм. Дальше. Длительное лечение цинокальцетом уменьшает объем паращитовидных желез. Это тоже доказано. Кальцимеметики подавляют кальцификацию вне скелетную. То есть если все другие препараты, то есть препараты витамина D и паекольство все-таки в какой-то степени способствуют этой самой кальцификации, то кальцимеметики эту кальцификацию уменьшают. И это очень позитивный момент, потому что уменьшая кальцификацию сосудов сердца, мы уменьшаем, соответственно, сердечную недостаточность. Исследование Адванса, естественно, подтвердило, что все-таки цинокальцет значимо достоверно снижает сосудистую кальцификацию. Особенно это касалось аортального клапана. А вы помните, что кальциноз аортального клапана развивается банально у пожилых пациентов с обычной гипертонией. Уж что говорить про пациентов, получающих взаиместительную почечную терапию, которая в крови просто компот из кальция, фосфора и ацидоза. А вот цинокальцет достоверно, значимо снижает эту самокальцификацию, тем самым улучшая насосную функцию сердца. Почему важно назначать цинокальцет вовремя? При терапии цинокальцетом с паратгормоном от 300 до 500, вероятность достижения целевых значений показателя в 4 раза выше, нежели у пациентов, которые начинали терапию с уровня паратериодного гормона больше 500. Пациенты с более низким уровнем интактного паратериодного гормона требуют меньших доступов на кальцет. Соответственно, лечение становится более дешевым и экономически обоснованным для пациентов и для государства в целом. Максимальное раннее начало терапии цинокальцетом способствует большему и более частому достижению целевых значений по сравнению с более поздним началом. Например, если мы начнем с паратериодного гормона 300, более 80% достигнут целевых значений уровня паратериодного гормона и строгатных маркеров. Если мы назначим позже, всего лишь 20% пациентов достигнут целевого значения. Однако, на практике получается немножко иначе. Почему? Цинокальцет дорогой препарат. Его в регионах практически нет. Москва богата, да, в Москве цинокальцет есть. Однако, как мы помним пациентку, о которой я рассказывал вначале, в первой лекции даже наличие этого препарата не лишает пациента возможности получить грозные осложнения. Поэтому прием препарата этого все-таки достаточно ограниченный. И очень часто в московских диагнозных центрах, особенно когда он только появлялся, цинокальцет давали тяжелым пациентам, у которых очень высокий паратериодный гормон или, естественно, гиперкальция имея. Однако, были и пациенты, которые получали цинокальцет, имея высокий паратериодный гормон и низкий кальций, что, в принципе, недопустимо. Очень важно правильно тетровать препарат, потому что если таблетку дать, но дать ее неправильно, мы не получим того эффекта, от которого мы добиваемся. Начальная доза цинокальцетов все-таки 30 миллиграмм. Одна таблетка, получаем какой-то контроль через месяц, через 4 недели, не достигнув целевых значений, мы увеличим дозу не на 90, если даже очень высокие значения, все-таки до 60. Чувствительность у пациентов разная. В чем еще нюанс? Почему нельзя быстро наращивать дозу? Это как с метформином. Если мы дадим сразу полную дозу лечебную, пациенту просто будет тошнить, например. Он откажется от приема препарата. То же самое происходит с цинокальцетом. Самое частое осложнение от приема этого препарата у уремиков, это именно тошнота, плоддорвоты. И это очень сильно ограничивает прием препарата. И, естественно, если мы дадим сразу большую дозу, у пациента разовьется это осложнение, он откажется от приема лекарства, мы не добьемся цели. Все-таки если наращивать препарат потихонечку, постепенно работая с пациентом, мы добьемся целей гораздо быстрее и эффективнее. Все-таки мы уменьшим нагрузку осложнениями на пациента. Какой же алгоритм терапии пациентов с применением цинокальцетом? Естественно, первый шаг. Мы получаем пациента с паратиоидным гормоном выше целевых значений. То есть выше 300 пикограмм на миллилитр. И при нормальном уровне кальция, который является 2,1 и выше. Начинается мемпаров стартовой дозе 30 мг плюс альфа-кальцидол плюс оптимальная комбинация. Это является оптимальной комбинацией, в том числе и для государства. Если фосфор растет и нормальный уровень кальция, то мы добавляем кальция, собирающий фосфор биндеркабан кальция. Дешево и сердито. Второй шаг. Если остается повышение уровня паратиоидного гормона, мы увеличим дозу цинокальцета до 60, до достижения целевого уровня. Увеличение дозы витамина D только если позволяет уровень кальция и фосфата. Дальнейшее увеличение дозы цинокальцета до 90 в сутки до достижения целевого уровня. И максимальная доза мемпары это 180 мг в сутки. Однако, ну все-таки, таких пациентов не так уж и много, которые получают эту максимальную дозу. Естественно, что чем больше дозы, тем выше шанс развития тошноты. И все-таки это очень дорого, экономически невыгодно. Даже благополучная Испания уже, сколько уже, еще 4 года назад уже начали потихонечку задумываться о том, что да, такое вольное применение дорогостоящих препаратов именно цинокальцета и парикальцетола начинает уже рожиться тяжелым временем на экономику государства. Они тоже подумывали о более дешевых схемах лечения. Здесь нужно находить все-таки баланс между стоимостью, эффективностью и безопасностью лечения. Если мы не достигаем целевых уровней, соответственно, мы корректируем дозу цинокальцета, добавляем витамин D. Если не получается, мы решаем вопрос о проведении паратериотектомии. И вот заключительный слайд. Здесь суммирована вся схема лечения гиперпаратериоза. Это переведенный японский слайд. Ему всего несколько лет на самом деле. И он как вирус распространился по всем авторам. В том числе я его тоже с удовольствием изобразил. Что здесь показано? Например, давайте возьмем первый попавшийся пациент. У нас будет пациент с гиперфосфатемией с нормальным уровнем кальция. Что мы делаем в данном случае? У нас гиперфосфатемия. Что в этом случае делается? Мы не можем дать препараты витамин D. Соответственно, они снижаются. Препаратом выбора в таком случае является тот же самый цинокальцет, так как для него все равно, какой уровень фосфора. И уровень кальция у нас в поделах нормальных значений. Кальций нормальный, соответственно. В этом случае мы спокойно, особенно на фоне приема цинокальцетов, можем увеличить кальций, собирающий фосфат бинда. Можем также применять некальцевый. Возьмем обратную ситуацию. У нас уровень фосфора остается высоким, но кальций низкий. Это одна из самых сложных ситуаций. Почему? С одной стороны, высокий фосфор не дашь витамин D, низкий кальций не дашь цинокальцет. Вот это патовая фактически ситуация, особенно если все это сопровождается высоким уровнем паратериодного гормона. Здесь можно на время, допустим, отпустить терапию паратериодного гормона витаминами D или цинокальцетом и усилить фосфат биндерную терапию. Может быть, модифицировать диализ. Еще раз поговорить с пациентом и его родственниками о диетических каких-то моментах. Более активно поприменять кальций, содержащий фосфат биндеры, или же все-таки можно даже добавить альмагель, алюминий, содержащий, как самый эффективный препарат, допустим, на 2-3 недели. Все это может, если этот комплекс мероприятий, может способствовать снижению уровня фосфата, и тогда все-таки мы сможем применять какие-то препараты для дальнейшей коррекции уровня паратериодного гормона. Если, например, у нас низкий уровень кальция, соответственно, там прекрасно себя чувствуют препараты витамина D и селективный активатор D-рецептора в паре кальцетол, особенно на нормальном уровне фосфатов. В чем сложность и особенность терапии гиперпаратериоза? Во-первых, она начинается когда? Она начинается гораздо раньше, нежели в заместительной почечной терапии. Это важный момент. Не упустить тот момент начала патологического процесса, когда кальций фосфор вроде как еще нормальный, но резко растет уровень в GES-23, потихонечку снижается уровень кальцетол. Достаточно дать просто активный метаболит витамина D, поговорить с пациентом о диетических рекомендациях, и мы тем самым улучшим и почечный прогноз в том числе. Ведь было доказано, что ранее начало терапии витамином D, в том числе и паре кальцетолом, способствует сохранению остаточной функции почек. Дальше. Само лечение гиперпаратериоза начинается с этого момента и до конца жизни пациента. Это постоянное лечение, это постоянный контроль, это постоянная мысль о пациенте и его показателях. Отпустить его не получается. Опять-таки, пример я привел. Даже трансплантация почки ни разу не спасает пациентов от достаточно серьезных осложнений нелеченного гиперпаратериоза. Какие еще нюансы? Терапия постоянно меняется. Не получается дать пациенту одну таблетку и забыть. Нет. Мы каждые три месяца или почаще должны заново пересматривать всю парадимую лечение всей препараты. Если, допустим, сейчас пациент находится на лечении цинокальцетом, через три месяца мы получаем жесткую гипокальциемию, что опять-таки будет способствовать росту паратионного гормона, мы с ног на голову полностью меняем терапию. Мы отменяем цинокальцет, если он был в меньшей дозе, в маленькой дозе. Начинаем терапию витаминами D или D подобными препаратами. И так происходит на протяжении всего диализного этапа. С трансплантированными пациентами это отдельная когорта пациентов. Там тоже не все так просто. Но даже в этом случае, даже при нормальном почечном трансплантате необходимо мониторить все суррогатные маркеры и наблюдать пациента, чтобы не было упущенных осложнений. Именно непрерывность и постоянство, и изменчивость терапии вторичного гиперпаратериоза это и есть основа успеха лечения пациента. Мало того, было доказано все-таки, один единственный препарат, пускай это было очень криво доказано, пускай это был пост-хук-анализ уже после окончания исследования, но именно терапия цинокальцетом у молодых пациентов все-таки немножко улучшает исходы у пациентов, увеличивая их продолжительную жизнь. Это единственный препарат, который пока на данный момент обладает таким эффектом, причем это доказанный эффект. Пускай не совсем ровно, пускай не совсем красиво, но был дизайн исследования немножко плохой, но все-таки это было доказано. То есть есть лекарства, есть возможности повлиять на исходы пациентов. И именно этим нужно заниматься. Не нужно забывать об этом грозном осложнении, потому что опять-таки неличный гиперпаратиоз будет также способствовать развитие той же самой почечной рональной анемии, причем рефракторной к терапии препаратами перетропоэтинов. Однако, но почему-то большинство докторов не считает необходимым все-таки более серьезно относиться к этой проблеме. Надеюсь, я все-таки хотя бы как-то донес основные мысли, донес основные ключевые моменты. Информации очень много, но именно ключевые моменты, как практического врача, я все-таки вложил в эту лекцию. Если будет гораздо проще, если будут вопросы, чтобы был какой-то диалог, может быть, что-то нужно будет добавить, что-то изменить, о чем-то еще рассказать, именно с практической точки зрения. Пожалуйста, всегда готов выслушать ваши вопросы и вступать в диалоги. Было очень приятно, большое спасибо. До свидания, уважаемые коллеги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!